В марте 1992 года из-под пера студии Blue Sky Productions на свет вышла игра под названием Ultima Underworld. Игра происходила в мире Ultima, а конкретно на территории стигийской бездны. И главному герою необходимо было всего лишь спуститься в самый нижний ярус бездны ради выполнения собственной миссии. В этой игре мы могли создавать персонажа, выбирать ему класс и качать как его захотим. Хочешь быть воином, паладином или даже магом. Тем более в этой игре была достаточно интересная система кастования заклинаний с помощью вот этих рун. Выбрав нужную комбинацию мы могли кастовать все что захотим. Также в стигийской бездне мы могли встретить самые разные расы от людей и гномов до гоблинов и ящеролюдов. И само собой они могли давать нам квесты и всякие разные задания. В январе 1993 года вышла вторая часть. События данной игры происходили немного в другом месте, но геймплей и сама суть не изменились. Нам также надо было создавать персонажа и спускаться куда-то вниз. В данном случае в королевские канализации. Дальше эти разработчики ушли дело с системы шоки с доусексами, забив болт на серию Ultima Underworld. Однако где-то в 90-х некто под именем Рафаэль Калантио захотел создать Ultima Underworld 3, но он не смог договориться с правообладателями, а именно с Electronic Arts. Тем не менее Рафаэль решил не унывать. Он взял все свои наработки и возглавив Arkane Studios создал Arx Fatalis. Ну а мы с вами продолжаем, мои абсолютно разумные и адекватные подписчики. Прежде чем дальше ввести свой рассказ, я хотел бы вас предупредить о том, что в данном видео будет куда меньше рыжей кичи, чем раньше. Просто поводов для шуток осталось уже не так много, а впустую петросянить мне, конечно, не хотелось бы. Ведь, как говорится, не хочешь срать, не мучай жопу. В прошлый раз мы с вами остановились на том, что нас отправили создавать убер-мощное оружие для нагибания Агба и Иссербиуса. В первую очередь нам надо найти книгу, которая описывает лайфхаки по созданию этого оружия. Идем в библиотеку людей к Змеи Бабе Черкаш и просим у нее эту книгу. Я ищу книгу под названием «Зачарованное оружие». Нет у меня ничего, дармоед, чертов, иди лучше постука себе ладошкой попиз... Как мы поняли из ее змеиной речи, книги тут нет. Однако существует небольшая вероятность, что она есть в библиотеке в логове Змеи Баб. Идем в логово КНН и забираем у местной библиотекарши нужную нам книгу. Напоследок Баба Змея говорит нам, чтобы Амшигар не забывал, кто тут ему помогает. И шоп, если чё, был готов оказать услугу в ответ, а то нас ожидает палк-палк-огуречек в жопе-палка, я кузнечик. Мы ей такие «О, да вы Есенин!» и уходим. В книге написано, что убер-саблю можно создать в кузнице гномов из мифрила, предварительно добавив туда колтк. Как удачно, что мы это уже сделали. Правда, это ещё не всё, ибо нам надо, и тут внимание, зачаровать этот меч с помощью драконьего яйца. Да-да, вы всё правильно услышали. Правда, один маленький вопрос, а где мне найти эти драконьи яйца? На Авито? Вообще, никто нам эту подсказку не даст, и Амшигару надо искать яйца самому. Для этого идём в локацию, где живёт Грю, и с помощью левитации летим вот сюда. Тут мы стреляем по сталактитам, бьём пидоров-пауков, топим лёд своими фаерболами, а затем в какой-то момент лезем сюда и видим вот эту катсцену. Вообще, этот дракон весьма френдли, как говорится, и если вы найдёте его в начале игры, он будет вам периодически давать самые разные полезные советы по тем или иным квестам. Эй, дракон, как мне завалить бабу? Зачем валить бабу, если можно завалить мужика? Заметьте, не я это предложил. Ладно, шутки в сторону. Дракон, мне нужны твои яички! Страж! Неужели твои повелители из Нодана могли приказать тебе такое? Они хотят, чтобы я принёс моих потомков в жертву? А за баксы? Короче, дракон понимает, что иначе никак, и просит нас принести ему столько золота, сколько чешуек у драконов. Теперь нам надо узнать, сколько всего у драконов чешуек, а для этого я специально заранее взял из библиотеки людей книгу про расы данного мира. И в конце книги узнаём точное число чешуек. Отдаём золоту дракону, забираем его яичко, юзаем его на мечик, используем свиток зачарования, и вуаля, уберсабелька готова. Теперь, как бы это не было смешно, нам придётся взять ещё одно яйцо, оно понадобится в дальнейшем, но для этого нам надо убить дракона. Нет, ну зачем же, дорогой мой? Этого как раз не надо. Я, конечно, этого делать не буду, а просто возьму яйцо и смотаюсь отсюда как можно скорее. Теперь было бы логичным сразу отправиться бить Акбо-ебало, но сначала разрешите вам всё-таки дать узнать, что там у того самого лорда петуха из крипты. Квест, связанный с этим лордом, сырой и недоделанный чуть более чем полностью, и сейчас вы узнаете почему. Для начала необходимо в лаборатории с сундуками найти книгу про лорда Инута, из которого узнаём, что этот мужчина всегда хотел стать петухом. Как говорит наш любимый шеф, если человек идиот, то это надолго. И в какой-то момент у него получилось, и он стал одним из пернатых. Дальше, если честно, я вообще хрен знает, что делать. Я полез в интернет, и там сказано, что надо отнести эту книгу Змеи Баби в библиотеке. Но я отнёс, и у меня ничего не произошло. Поэтому я взял и просто прочитал, что же мне надо делать дальше. А именно, мне надо пойти в таверну Тизи, пожрать чеснока и поболтать с ней. После этого она должна в ужасе убежать, но в итоге она просто стоит на месте и орёт. Спасите, люди! Я кладу в её котёл лук, морковку, драконьье яйцо и бутылку с водой. После этого я иду к Инуту, даю ему этот замечательный эликсир. Он бахает, становится человеком. Я щёлкаю по нему два раза кнопкой мыши. Он краснеет, смущается, взрывается, и из него выпадает пиздатый мечик. Который, я, к сожалению, я не знаю, что он делает, ведь для этого мне надо быть прокачанным в плане ремесла. Вау, квест доработан так хорошо, словно его делали не Аркейн Студиос, а Тройка Геймс. На самом деле это грустно и не смешно. Ведь квест выглядит так, словно это всего лишь какая-то кривая пасхалка. Могли бы сделать куда больше и лучше, но увы. Такова судьба многих игр того времени, на самом деле. Годная задумка, но далеко не всё было реализовано, как хотелось. Обидно. По сути, мы сделали на данный момент предостаточным. Теперь мы готовы встретиться с противником лицом к лицу, членом к члену. Прям как в жожи! Спускаемся на уровень с подземным озером и идём в сторону, где может быть секретное логово культистов. Проход находится тут за магическим барьером, однако стоит нам лишь подойти к нему, как вдруг приходит Алия и говорит. Амшгар, я готова встретиться со своим батей, держи колечко! Отнесёшь его к королю Ланчу и скажешь, чтобы он пришёл на стрелу к подземному озеру. Дэн! Дэдэдэдэдэдэдэдэдэдэдэн! Субтитры сделал DimaTorzok О, я-то как рада тебя видеть, ёбанатого р... Шо ци таке? Рептилоиды, а ну шо вам тут надо, а ну пошли вон! Лано шиир, не будь ты дебилом. Ты, конечно, не знаешь, но твой дед Дает давным-давно заключил с нами договор, по которому мы даём крагос и загар к вам. А вы отдадите нам четвёртого пиздюка вашей родословной, чтобы этот пиздюк стал нашей королевой и помог нашей расе жить дальше и процветать. И этот пиздюк алия. Щоооо, да вы там ебанулись своей рептилоидной. Я не заключал никаких договоров, так что иди и пососи мою залю... Стой, дитько! Выполнение договора дело чести, поэтому я сделаю то, что наш дед д*** наобещал. А ну стоять! Это ещё что за холик-крэкер? Я королева-мать, которую убил тот одноглазый петуч. На самом деле алия пятый ребёнок в семье, ибо в ту ночь я родила двойню. И первой из меня вышла её сестра Клариса. Она и стала четвёртым ребёнком нашей родословной. Однако я не пальцем деланная, я центровый пацан. И поэтому, чтобы вы не спиздюкали её, я взяла Кларису и отдала гильдии путешественников. Так что сосите ху**, она уже далеко отсюда. Да вы оху** ели! Люди, блядь, ху** на блюде! Долбоебы, двуногие, рот ваш! Ебало, твари, блядь! Мы же, блядь, договорились! А вы, как обычно, повели себя хуже крысо-пидоров! Пойдёмте, сёстры, нам пи***а! На этом катсцена заканчивается, и квест от той бабы из крипты завершается. Мы возвращаемся ко входу в тайное логово культистов, и сразу же видим тут врагов. Благо, мы неплохо раскачаны и обладаем убер-мега-саблей, которая режет похлеще жидайского лазерного меча. А что, ей пошутить нельзя? Ну что не скажешь в шутейном разговоре? Вы пошутили, я тоже посмеялся. А вы к сердцу принимайте. Я с тобой не шутил. На трупе культиста находим один из камней Акба. Если вы помните, то мы находили их в другом логове сектантов. Подбираем его, ибо он нам очень скоро будет нужен, так же, как и остальные камни. Входим в логово, и нас сразу же принимают илсиды, дабы выгнать из тупичка. Мы их убиваем и осматриваем логово. На самом деле, тут не так много интересного, как хотелось бы. Да, тут есть кузница, в которой находим ещё один комплект доспехов илсидов, находим труп бедного алкаша, который часто ошивался в таверне, и находим спальню сектантов, в которой тоже ничего такого. Однако, особый интерес вызывает комната лорда и сербиуса. Во-первых, тут мы находим аквариум с маленьким троллем и маленькой чёрной тварью из королевства гномов. Открываем створку и видим, как эта тварь жестоко убивает бедного тролльчика. Во-вторых, тут мы находим дневник и сербиуса, в котором описывается, как же он любит и почитает Агба, садомит, чёртов. Поджигаем свечку и открываем тайник с ключиком, который открывает сундук и сербиуса. И из него мы забираем последний камень Агба. Теперь можно идти зажигать. Находим вот эти двери и расставляем перед ними все найденные нами камни. Двери открываются и видим, как и сербиус почти слился с Агба воедино. Я, конечно, немного удивился, особенно тому, что тут больше никого и нет, кроме него. Мне даже пришлось немного походить по комнате, заранее ожидая подвоха, но никакого подвоха нет. Мало того, и сербиус вообще не видит нас, даже когда мы подходим к нему вплотную. Единственный способ стригерить на нас это Агба и сербиусный градиент, это пиздануть его нашим метеоритным клинком. Ты опоздал на несколько секунд. Теперь я могу сразиться с тобой, о страж. Я не вернусь в Нодден. А ты... Ты вернешься. Прямо сейчас. Началась финальная битва между этими двумя полупокерами. Однако эту битву достаточно легко проиграть, если не знать точной тактики. А единственная тактика, это аккуратно пиздить его, пока он не колдует свое мега заклинание под названием Фатальный Засос. И вовремя ныкаться, когда он этот засос колдует. В остальном же босс не является таким уж смертельным, ибо доспехи элсидов защищают нас так, что мама не горюй. В конце концов, враг не выдерживает наших ударов и гибнет. И я даю вам возможность лицезреть концовку данной игры, я даже на самом деле никакую пока что комментировать не буду. Нет! Как ты? Ай! Нет! Что-то наделал. Пусть Акба несет зло. Но никто, кроме него, не сможет вернуть Арксу солнце. Акба нечего делать в этом мире. Ему ведомы законы. Законы, которым и ты, страж, обязан следовать. Господин? Что ты имеешь в виду? Законы высечены в камни и нерушимы, страж. Ты послан Ноденом и сейчас должен вернуться, поскольку миссия твоя закончена. А как же солнце Аркса? Неужто и Сербиус говорил правду? Не стоит беспокоиться об этом. Ведь это не во власти Нодена. К тому же вещи могут быть и не такими, какими кажутся. Но ты, ты получил здесь немалый опыт. И твоя мощь делает тебя опасным для этого мира. Стоит тебе пробыть здесь чуть дольше, и последствия непредсказуемы. А у меня есть для тебя новое задание. Позволь мне забрать тебя домой. Конечно, мой господин. И на этом данная история завершена, дорогие мои друзья. Хотелось бы сделать какие-то выводы, но большая часть из них уже сделана еще во время рассказа про данную игру. Да, она, безусловно, хороша из-за своей боевки, графики, системы заклинаний и общей иммерсивности геймплея. Однако, видно, что много чего не сделано и не доделано. В некоторых местах игра сырая, причем настолько сырая, что даже альфа-версии охуеют с этого. Под конец игры банально отсутствуют дополнительные квесты, ибо мы их заканчиваем еще где-то в середине игры. Да что уж там, сама игра могла бы вместить в себя куда больше контента. Тем не менее, мы имеем достаточно годную игру, и все эти недостатки просто банально типичны для того времени. С этим сталкивались многие. Игра очень камерная. Игровой мир не очень большой, как тот же Моровинт, но от этого он кажется куда более уютным, атмосферным, а самое главное, живым. В общем, типичный иммерсив сим. Однако, если вы думаете, что после просмотра узнали об этом мире абсолютно все, то... Хер тебе в рыло, сраный урод! При игре за магой или вор геймплей меняется кардинально. К тому же данную игру можно пройти, убивая всех подряд, и игра ничего против этого не имеет. И при убийстве того же ланчера вам в лицо не выскочит надпись, что вы убили важного непися, и теперь игру не пройдете. Пробуйте и делайте, что пожелаете, дорогие мои друзья. И кстати, большое вам спасибо, что прошли весь этот путь со мной. Вы были терпеливы к тому, что каждое видео делается по 5 миллионов лет, да и к тому же ваши комментарии и теплые, как яйца Бейли Джей, слова сделали свое дело и согрели мое жидовское сердечко. Ну а теперь, прежде чем мы попрощаемся, я вынужден вас о кое-чем попросить. Мне не безразлична судьба Аркс Фаталис, да и думаю, вам тоже. Поэтому идите в Твиттер и пишите на вот эти аккаунты вопросы... Может, если они увидят, что люди все еще помнят и интересуются данной игрой, то нас ожидает хотя бы маленький шанс того, что мир увидит. Если уж не продолжение, то хотя бы маленький год на ремастер. А на сегодня все, мои дорогие, адекватные, абсолютно разумные подписчики. Не забывайте подписываться на наш паблик ВКонтакте с оригинальными мемами категории Г, которые я уже почти перестал делать. И на мой канал со стримами на Твиче, где я играю во всякие игры, а люди смотрят и кидают мне свои деньги. Скоро увидимся. Не скучайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok